МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, программа новости. С итогами я, Ольга Володина. А пока коротко о главных темах. В Мурманске прошел форум органов местного самоуправления. Если человек сам не вовлечен в ведение своих социальных сетей, то хорошего результата не будет никогда. Расскажем, кто учил заполярных чиновников. Он как раз стоит на дуге, где кроме нас вообще никого нет. В заполярную столицу приехал известный политолог Марат Баширов. Узнаем его мнение о мурманские ситуации в мире. Заполярная земля рождает таланты. Северянка Полина Смирнова в суперфинале шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Пообщаемся с певицей и узнаем секрет ее успеха. Губернатор Андрей Чебис совершил рабочую поездку в Кандалакшу, где посетил социально важные городские объекты. Помимо этого, глава региона провел встречу с местными жителями. За два часа северяне задали более 30 вопросов по разным темам. Первой точкой объезда губернатора стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние». Идею создания ФОКа предложил местный школьник, который обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в развитии единоборств. Сейчас дети в Кандалакше могут заниматься самбо, дзюдо и вольной борьбой. Посетил Андрей Чебис и школу номер 19. Здесь не так давно завершился ремонт. Кроме современных классов, в учреждении появился стоматологический кабинет, в котором детей будут лечить бесплатно. Кроме этого, рядом со школой скоро обновят баскетбольную площадку. Еще одним пунктом стало посещение культурного центра «Нива». Здесь отремонтировали помещение и обновили коммуникации. А в завершении поездки глава региона встретился с местными жителями и ответил на вопросы, которые касались ЖКХ, ремонта дворов и дорог, социальных выплат и здравоохранения. Как правило, эти вопросы местного значения. Ну, то есть, вот тут тротуар, тут двор не так сделан, тут недоделан, тут не услышали. И, конечно, я это всем коллегам говорю без исключения, что все-таки принципиально важно, чтобы местная власть, она была максимально открыта для людей. Кроме того, Андрей Чибис принял участие в открытии нового пространства СОПКЕ. Оно появилось в Кандалакше благодаря Росмолодежи и стратегическому плану на Севере жить. Молодежный центр разместился в здании, которое много лет пустовало. Новое пространство оснащено современным звуковым и световым оборудованием. В кабинетах множество игр, студия звукозаписи, медиа-центр, швейные мастерские, зоны для лекций и фудкорт. Помимо этого, для посетителей будет работать служба психологической помощи и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот такое первое пространство именно по брендбуку Росмолодежи, первые СОПКЕ Росмолодежи были открыты как раз в городе Кандалакше. Но тут стоит отметить, что Мурманск область – один из лидеров по реализации вообще инфраструктурных проектов. В Мурманске прошла четвертая международная конференция безопасности арктических рубежей. Российские ученые и иностранные эксперты обсудили планы развития Крайнего Севера и перспективы совместного сотрудничества. Вопросы науки и образования в Арктике, полярные экспедиции – крупные инфраструктурные проекты на Российском Севере. Все это лишь малая часть важных тем, которые обсуждают на Международной научно-практической конференции «Безопасность арктических рубежей», которую уже в четвертый раз организует Мурманское областное отделение Русского географического общества. Она проводится в смешанном формате, очно-дистанционном. Очная часть у нас в разных местах. Начали мы в Магу, потом в КНЦ РАН, в прошлом году были в МГТУ и сегодня происходит в Полярном геофизическом институте. В этом году мероприятие в дистанционном виде собрало экспертов из Китая, Беларуси, Германии, Финляндии, Индии, Норвегии и даже США. Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо за приглашение. Главными темами дня стали перспективы российско-финских отношений, совместная работа России и Индии в Арктике и российско-норвежское сотрудничество в области раболовства. Что касается сотрудничества международного, мы традиционно работаем бок о бок с норвежцами, потому как у нас одна общая экосистема Бринцево-Мурская и общие ресурсы на ней распределяются. Кроме того, большой интерес у гостей конференции вызвала выставка Русского географического общества, посвященная 150-летию земли Франца Иосифа. Черепа белых медведей, колеса от старой пушки и листок найдены на месте бывшего немецкого лагеря разведчиков. Разгадать тайну текста 19 века не смогли ни российские историки, ни ученые из Германии. Есть предположение, что это ключ к какому-то шифру. Мы напрягали не только свои головы, но еще и Гугл. Но в нем нет таких программ, которые могли бы помочь с расшифровкой этого текста. Говорить о результатах конференции можно будет позже, когда эксперты объединят всю информацию и подведут первые итоги. Девил Скуратов Максим Кравченко, ТВ20Н+. Россия выходит из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией с 24 января следующего года. Послу республики в нашей стране вручили так называемую дипломатическую ноту. Как отмечается в заявлении российского МИД, наша страна прекращает взаимодействие в ответ на конфронтационные действия, среди которых разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами и ограничения въездных виз. К слову, наши соседи ввели в строй трехкилометровый тестовый участок забора на российско-финской границе. Об этом сообщила пограничная служба Финляндии. Установили конструкцию в районе городов Иматра и Светогорска. Еще один участок ограждения планируют построить рядом с муниципалитетом Салла. О текущей политической ситуации в мире с заполярными студентами побеседовал известный российский политолог Марат Баширов. Профессор высшей школы экономики выступил на площадке Мурманского арктического университета в рамках проекта «Арктический диалог». На встречу побывал Данил Скуратов. Вот эта развлеченная логистика, она изменит всю мировую торговую. И Мурманск, возвращаясь к вашему вопросу, он как раз стоит на дуге, где кроме нас вообще никого нет. Респективы развития Северного морского пути и Мурманска, ситуация в Нигере и отношения с Китаем. Обо всем этом Марат Баширов, один из известнейших политологов страны и профессор высшей школы экономики, может рассказать простым языком. Зачастую он высказывает свои мысли в эфирах федеральных каналов как политический обозреватель. А сегодня встречается с заполярными студентами. Вы сказали, что французов выгнали из государства. Что вы имеете в виду? Из каких-то государств? Мурманских ребят интересуют разные темы. Политическая ситуация в мире, взаимоотношения с другими странами, например, Норвегии и, конечно, специальная военная операция. Молодежь одинаковая. Одинаковые вопросы. Но вот степень остроты, то, что касается, например, СВО, там она разная. То есть, если ты в Белгороде, там одна острота. Если ты во Владике или на Сахалине, она другая. Арктический диалог позволяет ребятам задать все интересующие вопросы профильным экспертам. Например, до этого площадку мероприятия посещали помощник президента Максима Решкина и космонавт Роман Романенко. Дэвил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ21+. Чиновникам тоже есть чему учиться. Сегодня почти все представители власти региона собрались на форуме органов местного самоуправления. С участниками работали эксперты-политтехнологи, финансисты, пиарщики и другие специалисты. Все мы люди обреченные властью. Но очень важно понимать, что это не корона на голове, не какая-то вольготность какая-то, а честь большая. Мы должны каждый день, каждый час, искренне, абсолютно, пытаться сделать что-то полезное. На одной площадке собрались почти все представители власти Мурманской области. Мэры и главы администрации, министры и депутаты. Региональный форум органов местного самоуправления дает возможность для каждого из них научиться делать свою работу лучше. Работники муниципалитетов, они же насторонние. Есть ЖКХ, и финансы, и социальная политика. Поэтому любые знания в этих направлениях – это большая ценность и для себя, и для команды. Вести соцсети с прошлого года – обязанность каждого чиновника. Такой закон подписал президент. Как грамотно выстроить обратную связь? Этой теме посвятили большой блок на форуме. Многим политикам, чиновникам, конечно, помогают их пресс-секретари. Но если человек сам не вовлечен в ведение своих социальных сетей, то хорошего результата не будет никогда. Потому что всегда видно личный вклад и личный, так сказать, почерк в общении с аудиторией. Основным организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и региональное министерство внутренней политики. Все выступления транслировали в социальных сетях, поэтому послушать экспертов могут все желающие. Всеволод Краснов, Лада Егорова, Станислав Евглевский, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против водителя, сбившего подростка в Териберке. Мужчине предъявили окончательное обвинение по двум статьям. По одной за то, что нарушил правила дорожного движения, будучи пьяным и уехал с места ДТП. По другой за то, что оставил человека без помощи. Напомним, авария произошла в середине сентября. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, она находилась в коме. По последней информации, ей стало лучше. Сейчас она находится дома и ждет курса реабилитации в ноябре. Человека с белой тростью нечасто увидишь на улице. И не каждый автолюбитель знает, что у таких людей есть право переходить проезжую часть даже вне пешеходных переходов. Чтобы напомнить об этом северянам, ГИБДД и Всероссийское общество слепых вышли на дороги за полярной столице. Белая трость – символ слабовидящих людей. Для них перейти дорогу без посторонней помощи проблематично. Еще сложнее сделать это вне пешеходного перехода. В таких случаях на помощь приходят неравнодушные северяне. Я могу сказать по себе, что там, где люди видят тебя с тростью, даже у нас во дворе, допустим, водители всегда помогают. Вот они даже останавливаются в машину и говорят, давайте я вам помогу. Ну, конечно, надо быть самому внимательным вообще. А лучше все-таки, если ты нерешительный такой человек, можно обратиться к людям. Они всегда в нашем мурманчале очень доброжелательные, они всегда помогут перейти дорогу. Хотя в Мурманске незрячие в ДТП попадают нечасто, в стране таких случаев немало. Чтобы напомнить водителям о необходимости пропускать пешеходов с белой тростью, Всероссийское общество слепых и ГИБДД провели совместную акцию. В пункте правил ПДД 14.5 есть правила, в данном случае для людей, которые плохо видят. Они могут поднять белую трость и перейти дорогу вне зависимости, есть ли пешеходный переход или его нет. Сейчас в городе ведется работа по созданию комфортных условий для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе модернизируются пешеходные переходы. Наверное, уже все жители города Мурманска, наверное, увидели, что у нас появились светофоры триоли с речевым выходом, которые очень помогают не только слабовидящим и слепым людям нашего города, но еще и пожилым, у которых слабое зрение. Ежегодно в нашем регионе проводится конкурс «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». В прошлом году одним из ее победителей стал Мурманск. Заполярная столица получила финансовую поддержку из областного бюджета. Найти, эвакуировать и оказать первую помощь пострадавшим в любых условиях. Заполярные спасатели провели тактика специальные учения на полигоне в Кольском районе. Специалисты отработали действия при обрушении зданий, плохой видимости и в ограниченном пространстве. Поэтому они будут стоять, наблюдать, чтобы вы сами себе не причинили вред и окружающим. Перед началом учений – инструктаж. Когда счет идет на минуты, от слаженности действий может зависеть чья-то жизнь. Поехали, 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 поехали! Чтобы оставаться в форме, спасатели ежегодно проводят учения. В этот раз они отрабатывают эвакуацию раненых из полуразрушенного здания, заблокированной машины и автобуса, экстренное оказание медицинской помощи пострадавшим. В данных учениях принимают все профессиональные аварийно-спасательные формирования, аттестованные на право проведения аварийно-спасательных работ, стоцирующихся на территории Мурманской области. У нас их сегодня 8. На полигоне сконструировано 5 тематических участков разной сложности. После прохождения каждого спасатели детально разбирают недочеты. Такие тренировки помогают подразделениям до автоматизма оттачивать навыки действий в боевой обстановке. Кирилл Герпеняк, ТВ21+. Ученые, историки и исследователи со всей страны собрались в Мурманске на феодоритовские чтения. Вся российская научно-просветительская конференция проходит в Кольском Заполярье в 16-й раз. Такие встречи позволяют специалистам не только обобщить знания, но и найти недостающие фрагменты. В этом году в фокусе внимания человек в истории Севера. В зале Центра современного искусства собрались ученые, историки, краеведы, политики и представители духовенства со всей страны. Вспомнить забытые страницы истории русского Севера и, главное, вернуть утраченные имена людей, которые сыграли в ней важную роль. Такую задачу ставят перед собой участники феодоритовских чтений. «Привлечение новых уже из всех регионов, оказалось, это даёт колоссальный плод. Многие много чего знают. Они живут в своей области, но они очень много знают о нашем Севере и очень любят его. И дать им эту площадку, где можно наконец рассказать о своей любви к нашему Северу, это очень важно». Фёдор Гайда, историк из МГУ, знает многое о событиях времён основания Мурманска. На сессиях он расскажет, какие надежды тогда возлагали на северный город. «На самом деле Мурманск уже изначально, как он возникал, он возникал, как вторые Дарданеллы. То есть планировалось, собственно говоря, что это будет один из трёх главных, как бы сказать, выходов России на Запад, наряду, собственно, с Чёрным морем, с Балтикой. Но при всём при этом этот выход имел очень серьёзные преимущества. Мурманск — это прямой выход в океан, в отличие от Петербурга и, например, Одессы». Ещё один гость из Москвы — старший научный сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Самойлова. Её область — изучение древнерусское искусство и иконопись. «Мы сейчас готовим к изданию собрание резной кости из Третьяковской галереи. И вот оказалось, что там достаточно, не просто достаточно интересно, а очень высокого уровня собрание костерезного искусства. Все они сделаны из кости мамонта, слоновой кости. И, в общем, свидетельствуют о таком особом направлении художественной деятельности русского человека, непосредственно связанной с Севером». Послушать выступления экспертов приглашают всех, кто интересуется историей и культурой Кольского края. Завершится конференция 29 октября. Всеволод Краснов, Элина Шагенова, Максим Кравченко, ТВ21+. Манчегорка Полина Смирнова вышла в суперфинал шоу «Ярче звёзд» на ТНТ. Телепроекты, где участники исполняют музыкальные хиты, полностью перевоплощают знаменитостей. Полина примерила на себя образ Адель и буквально покорила зрителей всей страны своим талантом. Новость об успехах девушки сразу подхватили за полярные паблики в соцсетях. Северяне искренне гордятся своей землячкой. В чём секрет её успеха, поинтересовались у артистки наши корреспонденты. Сначала трагичная композиция «Скайфолл» и второй тур популярного шоу «Ярче всех» на ТНТ. Затем проникновенная «Someone like you» и заветный суперфинал. Кажется, что манчегорка Полина Смирнова не просто вжилась в образ Адель. Её сердце буквально бьётся в такт с мировой знаменитостью, заставляя слушателей следить за каждым движением голоса с замиранием сердца. Когда ты выходишь на сцену, и ты из себя достаёшь каждому зрителю вот эту вот верёвочку, вот эту вот соединительную паутинку, и как бы тянешь зрителя на себя, и он отдаёт тебе энергию, и ты ему отдаёшь. И получается такой волшебный обмен. Я, кстати говоря, смотрела интервью с Адель, когда готовилась, ну, чтобы словить её мимику, её жесты, и у меня... Ей задали такой же вопрос. Есть ли какая-то таблетка от волнения? Я отвечу, как это говорит. Она говорит, нет, это невозможно, я волнуюсь здесь в ходе. Сегодня вся страна болеет за северянку. Видео её эфиров собирают в социальных сетях сотни тысяч просмотров. Полину очень активно поддерживают земляки. Боже мой, какая умница! Настоящий талант. Рай для ушей. Ничего себе! Такая сложная для исполнения песня и так хорошо спела. Поздравляю всех профессионалов и любителей музыки с восхождением новой звезды. Полина Смирнова, браво! Девушка уже несколько лет живёт в Москве, получила престижное музыкальное образование и преподает вокал в частной столичной школе. Но первые шаги к большой сцене она делала дома в городе Металлургов в Мончегорске. С четырёх лет Полина занималась в ансамбле эстрадной песни «Звёздочки Заполярье». Здесь ей помогли раскрыть талант. Мы ей гордимся. Никогда, ни разу, за все последующие 14 лет я не услышала от неё ни одного слова, что она устала или у неё настроения нет, или чтобы она хотя бы один раз пропустила какое-то занятие, хоть по любой причине. Полина буквально жила сценой. В составе «Звёздочек» участвовала в областных и всероссийских конкурсах. Сама девушка вспоминает это время с теплотой. У меня было 5 лет, и мы поехали на рок-фестиваль. Я уже не помню, что это за город, но это был настоящий рок-фестиваль. И там мы выступали, мы выступали с бэндом, с настоящим. То есть мне под сценограмму, с инструменталистами. Там, где вокруг просто дядьки такие в косухах, кожаных, с длинными волосами, с цепями. И мы, маленькие дети, пели «Уэлл ракфи». Даже сейчас во всех интервью вокалистка делает акцент на том, что её родина – жемчужина Заполярье, город Мончегорск. Есть у неё и мечта, которая также связана с любимым севером. Я очень хочу приехать в Мончегорск. И это не то, что мечта, наверное, это скорее уже как цель, потому что это можно реализовать. Я хочу дать концерт. Это было бы очень круто. И, может быть, даже по области поездить с концертом. Вот такой тур по Мурманской области. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. И в завершении выпуска. 4 ноября Мурманская область будет представлена на международной выставке-форуме «Россия». До 12 апреля 2024 года гости мероприятия смогут познакомиться с историей, проектами и инвестиционным потенциалом столицы Заполярья. В экспозиции нашего региона можно будет увидеть главные символы – северное сияние, Алёшу и атомный ледокол. Внутри него – иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую можно попасть из прошлого в настоящее Кольского Заполярья. В день Мурманской области 22 декабря на площадке презентуют достижения Заполярья в различных сферах и угостят арктической кухней. На площадке выступят северные творческие коллективы. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше – минус 1, минус 3, без осадков. В Умбе переменная облачность около 2 градусов ниже нуля. В Полярных Зорях также без осадков – минус 2, минус 4. В Апатитах столбик термометра опустится до 4 градусов ниже нуля. В Кировске – минус 4, минус 6, без осадков. В Кавдоре возможен дождь – минус 3, минус 5. В Манчегорске также возможны осадки до минус 4. В Лавозере без осадков – около 4 градусов ниже нуля. В Оленигорске – до минус 4, переменная облачность. В Никеле возможны осадки – минус 2, минус 4. В Заполярном – до минус 4 осадки. В Североморске – минус 2, минус 4 осадки. В столице Заполярья осадков не ожидается – минус 2, минус 4. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова